Ну для нас это вообще жара. После сорока-то масло подогрел, тасол что-то не сильно холодный. Добрый день, дорогой зритель. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Канал Баженита Омская область. Меня зовут Влад. Видео за хозяйственную деятельность покажу вам. Может кто не видел, а кто знает, как живет в Западной Сибири оленевод. Кто здесь оленевод? Ну это я. У меня даже этот кнут есть. Сейчас пойду своих оленей там загонять, перегонять, контролировать, пасти. Без кута как пойти. Кстати, вот запаска есть. Ну это для чего скажете? Ну вот когда женщина начинает плохо слушаться, беру вот эту вот запаску и ее воспитываю. Не верите? Ну как-нибудь будет возможность покажу. Так, возьму с собой бензинчик, потому что сейчас нужно будет снегоход заводить. А у меня снегоход на жидкостном охлаждении. Тасол возьму с собой. Если что, с литосол выбежал, то надо будет доливать. С чего начинается день оленевода? С чего? С того, что я просыпаюсь. Я человек ленивый. Я люблю поспать. Пол седьмого слышу щелчок, елки-палки. И начинаю ругаться. И начинаю ругаться. У меня подогрев стоит, греется на снегоходе. Начинаю ругаться, что опять автоматика начала что-то плохо работать. То ли автомат нужно поменять, то ли что-то контакты перегорели, почистить. В общем, у меня стоит трехтарифный счетчик. И в третьем режиме, в самом экономном, ночном, включается электроотопление, электрокотел. Тэна в котле. И она поддерживает температуру дома. И вот с трех где-то до пол седьмого работает электрокотел. Счетчик стоит у нас. Его не видно. Он раньше на доме стоял. Сейчас его обнулили. И он стоит наверху. Так, отойди, олень. Уйди, говорю, елки-палки, олень. Молодой олень. Ну и потом, что хочешь не хочешь, нужно вставать и идти. Я на работу не хожу. Вставать и идти заниматься своими оленями. У меня, в основном, все олени это прирученные. Домашние. Вот они пасутся. Сегодня, кстати, тепло. Отлично. Так, носок поставить на всякий случай, чтобы не выронить его. Проверить уровень. Радиатор. Снегоход мой стоит. Подогревается. Ну-ка, что-то. Сейчас пощупаем. Нагрелся, не нагрелся. Неделю стояли сильные холода. Ага, масло тепленькое. Нормально. Сильно горячее не стоит греть. Ну, я уже, наверное, час, наверное, греется потихонечку. Стояли сильные холода неделю. Я не заводил снегоход. Навоза накопилось. Кошмар. Ну, олени же, они же все наедят и серуют. Вот я сейчас буду заниматься хозяйственной деятельностью. Показывать. И показывать, чем я занимаюсь. Ну, это вот домашние олени. Дома стоят. А другие олени у меня стоят там. Напротив дома, на улице, в загоне. Им тоже нужно будет набрать воды. Набрать воды нужно будет этим оленям. И поехать, значит, рулон подкинуть и посмотреть, что там делается. Чего вы тут, елки-палки? Старший олень, олениха, гоняет молодых. Не дает им, не дает им есть. Отелилась. Что ты, елки-палки гоняешь? Паразит. Всех не привяжешь. Кого привязал, кого не привязал. А еще есть. Вот я сейчас буду с оленями заниматься. А еще расскажу. Есть такие олени, которые дикие. Которые пасутся на простовых интернетах. Я когда позанимаюсь дома с ними, в обед или лучше вечером, сажусь и начинаю развлекаться. И вот этих вот диких оленей, которые пасутся на простовых интернетах, начинаю приручать, загонять в свое стадо. Кстати, если кому не нравится, можете сразу отписаться. Это ни на что не влияет количество подписчиков. Все равно 90% зрителей смотрят по рекомендациям. Самое главное для оленевода, чтобы продукт, а я же занимаюсь изготовлением продукта, я и занимаюсь, изготавливаю не только продукт, который пригоден в пищу, то есть продукцию свою. Это молоко, мясо, сено и так далее. А еще изготавливаю информационный продукт. Вот кто этого не знает, имейте в виду, что кто потребляет мой информационный продукт, потом мне говорят, вкусный он или невкусный, путем нажать одним пальцем, плюсы или минусы. Но самое главное, что, да еще, кстати, пишут, ой, какой невкусный, ой, я какой оленевод глупый. Ну ладно, могут идти дальше постись. Главное, что они употребили мой продукт. Для меня это главное. И вот эти вот оленеводы, я оленевод, вот эти вот олени с интернета пытаются меня научить, как жить, как вести свою хозяйственную деятельность, как вести бизнес. А у меня же бизнес не только находится вот здесь вот, его можно поглядеть, пощупать, а он же, это вот натуральный бизнес, а еще виртуальный бизнес, который находится на просторах интернета. И вот некоторые пишут, ой, там елки-палки, дикие олени, построй, убери и тому подобное. Для них я объясняю, что мой дом, это мое производственное помещение. А в производственном помещении соблюсти порядок очень и очень сложно. Ну и есть те, которые соблюдают порядок. Ну у них там есть люди, работники работают. А я же один работаю. И мало того, что вот эти вот дикие олени с интернета мне рекомендуют. Ты построй, ты сделай, у тебя будет то-то, то-то. Я вам так скажу, что едите по трассе и обратите внимание, сколько там у людей, чего и построено. Вот этих вот, значит, оленеводов. А когда подходишь к этому строению, значит, производственному, там даже следа нет. Люди понаделали и свинарников, и козлятников, и коровников. И тот, кто держится на плаву, занимается выгодной хозяйственной деятельностью, тех единицы. И по нашей деревне я могу сказать, что у людей, у кого по нас строено, а прибыли-то у них нет. Все вложения ушли в строительство. А затем строить то, что заниматься тем, что не приносит прибыль. А у меня это приносит прибыль. Я занимаюсь производством не только сельскохозяйственной продукции, но и информационной. Ну что, буду я заниматься, а вы посмотрите. Ключ. Зажигание. 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 Ну что видели, да? На улице тепло, градусов 8 наверно. Ну для нас это вообще жара после 40-ка. Масло подогрел, тасол не сильно холодный. Теперь можно дальше работать. Ничего особенного, ЕМЗ заводится хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok